Всем добрый вечер, я Александр Сёмочкин. К пятнице мы подготовили всё самое лучшее. Смотрите сегодня в тележурнале. Чирлидинг – спорт, формирующий навыки командной работы и способствующий выработке лидерских качеств. В Самаре стартовал конкурс красоты «Миссис Самарская губерния». В этом году за корону будут бороться 20 финалисток. Новый поворот в Творческом Союзе фотохудожников региона. В выставке-эксперименте, где наряду с работами, выполненными в привычном для каждого фотографа жанре, все авторы показали себя в новом направлении. К пятнице мы подготовили для вас всё самое лучшее. Открывает программу рубрика «События». В Самаре дан старт одному из самых необычных конкурсов красоты «Миссис Самарская губерния-2019». Напомним, фестиваль-конкурс является отборочным этапом перед Всероссийским. На финальные мероприятия «Миссис Россия», которые ежегодно в течение многих лет проводятся под руководством президента фонда «Планета женщин» Маркиной Аллы Юрьевны, в Москву отправятся самые достойные мамочки в Самарской губернии. Красный цвет не вызов и уж точно не для того, чтобы быть яркой. Этим особым нечего стесняться. Они гордятся своими семьями, любимой работой и наличием творческого хобби. По традиции, конкурс красоты среди замужних мам Самарской губернии вот уже не первый год стартует с вечеринки в Красном. В этом году за корону будут бороться 20 финалисток. В этом году у нас одна участница, у нее 4 ребенка и 3 участницы с тремя детьми. Зато я хочу сказать, что финалистки прошлых лет в этом году уже тоже становятся многодетными мамами. Наш конкурс, он способствует как раз поднятию демографического вопроса и как-то, видимо, активизирует мужей. И поэтому после конкурса у нас обязательно кто-то оказывается в положении. Победительница прошлого года Татьяна Паладева признается, конкурс во многом изменил ее. Как говорится, зашла в конкурс одной, а вышла совсем другая. Удивительное чувство наполненности и осознания, что женщина в принципе не должна никогда выбирать работа, семья, карьера, что-то внутреннее, какие-то идеи, желания. Женщина настолько гармонично может все сочетать и преобразовывать окружающее пространство, что не делать этого было просто тратой напрасно своего времени. Я и осознала, что моя гармония зависит в первую очередь от меня и от того, насколько я впишу по максимуму все в свое окружение. Авторитет и доверие конкурса растет в геометрической прогрессии. Многие из сегодняшних финалисток подали заявку на участие, побывав на фестивальных неделях конкурса и на его финале. Я видела, смотрела и 2016 года, и 2017 года конкурс. Вот и знакома даже с действующей миссией Самарской губернии. Вдохновила очень опыт предыдущих конкурсов и захотела себя показать. Я жду от конкурса новых интересных знакомств, внутреннего какого-то своего развития, может быть, раскрытия. Какого-то духа соперничества абсолютно нет, поэтому я постараюсь максимально расслабиться и получить удовольствие от всего происходящего. Я человек сцены и получаю безумный кайф, поэтому я здесь. Финалисток ждут творческие и спортивные состязания, мастер-классы, кулинарный поединок и конкурс «Кинодзива». Для всех зрителей три великолепных шоу с приглашенными артистами. Насколько успешно молодые мамы будут с семьей и творчеством заниматься, покажет время. Но каждая уже сейчас ощущает поддержку близких и отсутствие ревности со стороны мужа. Ну, наверное, мы не даем повода для ревности, поэтому они легко с этим справляются. Нашей дочке 4 месяца, он сам остался с ней сидеть. Мне кажется, мы уже самореализованные женщины, и мы пришли просто как бы вот, ну так скажем, утвердить этот статус. Отдельно стоит сказать, что и в этом году первая встреча финалисток прошла в предпоследнее воскресенье ноября. В этот день в России отмечается День матери. Главное, мы задавали вопрос, что хочет женщина добиться участия в нашем конкурсе. И если она ставит задачи не только личного плана, да, а скажем так, и общественные какие-то, видит себя в общественной работе, видит себя активной в плане социальном, участвующей в различных мероприятиях, то, конечно, мы выбирали именно таких женщин. Финал конкурса «Миссис Самарская губерния-2019» состоится 17 февраля в КРЦ «Звезда», а уже 9 декабря организаторы приглашают всех гостей на кулинарный поединок в ресторан «Три оленя» на Красной Глинке. А вы знаете про спортивные танцы? Например, про чирлидинг, который знаком многим из американских фильмов. Зажигательные танцы с акробатическими элементами сегодня можно увидеть в перерывах между таймами футбола и баскетбола. Большинство уверены, что они предназначены для развлечения зрителей. Так что же такое чирлидинг и как проходят соревнования среди любителей в Самаре? Об этом смотрите в нашем сюжете. Чирлидинг – это красочный и динамично развивающийся спорт, который органично сочетает в себе элементы шоу и зрелищных видов спорта. Сегодня в Самаре им занимаются более 700 детей. В прошедшие выходные в спортивном комплексе «Грация» прошли открытые соревнования по чирлидингу «Энергия спорта», в которых приняли участие более 500 спортсменов. Традиционно у нас присутствуют участники из других регионов, безусловно. У нас сегодня проводится несколько мероприятий. В рамках сегодняшнего дня у нас проводятся чемпионаты первенства Самарской области, это отборочные соревнования и у нас проводятся соревнования «Энергия спорта». Очень много сегодня различных возрастных категорий представлено и различных дисциплин. То есть начиная от традиционных чирлидингов с построением пирамид, с помпонами, с танцами, а также представлены дисциплины хип-хоп, джаз, то есть более танцевальные направления. Девчонки из команды «Алмаз» тренируются уже 4 года, пока выступают в категории юниоры, но за это время уже выиграли 2 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовую медаль. Сегодня им придется сразиться с шестью соперниками. Мы пришли в младшей школе, мы не умели прыгать такие элементы, как той тач, это поперечный шпагат, прыжок. Раньше он был как звездочка, сейчас мы улучшаемся, у нас все выше и больше, и красивее прыжки становятся. Кроме областных соревнований, взрослой группы чирлидинга можно встретить сегодня на играх по баскетболу и футболу. Спорт, формирующий навыки командной работы и способствующий выработке лидерских качеств у занимающихся, широко востребован в системе дополнительного образования. Наша сильная сторона на данный момент массовая, исходя из этого мы двигаемся дальше и как раз имеем возможность получить дальше результаты, потому что чем больше народу, тем больше есть возможность формировать сильные команды. Победители Самарского этапа поедут на чемпионат и первенство России в Москву в феврале. В каждую из дисциплин есть шанс пройти трем командам. А уже весной спортсмены-любители вновь соберутся на очередные региональные сборы. Телерадиокомпания «Терра» получила благодарность за многолетнюю поддержку творческих проектов фотообъединения Областного союза журналистов. В Самарском областном художественном музее торжественно открыли юбилейную фотовыставку «Новый поворот», приуроченную к десятилетию и столетию Самарской областной организации Союза журналистов России. В экспозиции представлены работы 21 автора. Фотографы, которые 10 лет назад объединились в Творческий союз, за эти годы смогли сообщать, делать множество ярких фотопроектов. Это общение, прежде всего. Общение, может быть, одно из главных вещей в жизни. Особенно, когда это общаются близкие люди не по родственным каким-то ощущениям, а, может быть, по делу, которым они занимаются, предназначены для которого. Это, наверное, очень важно. Особенность этой выставки в том, что каждый из фотографов открывает здесь новую грань своего таланта. В выставке-эксперименте, где наряду с работами, выполненными в привычном для каждого фотографа жанре, все авторы непременно раскроются в новом направлении. Так пейзажисты предстанут стрит-фотографами или портретистами. Студийные фотографы представят пейзажные зарисовки, фоторепортеры окунутся в макросъемку. Выставка продлится до 9 декабря. Вход свободный. На этом все. Хотите знать больше, чаще? Заходите на наш сайт теркотера.ру. Там можно посмотреть все эфиры программы. Всю неделю доступен онлайн на сайте и в социальных группах Терры. Пишите. До встречи через неделю.